Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Darkwood. В прошлой серии я потерпел фиаско от двух демона-псов, которых натравил на меня оборотень. И я кстати кое-что забыл там, надо мне возвращаться и забирать. Как это конечно мне и не хочется, но делать нечего. Вы сами понимаете, у меня нет ни часов, ни оружия, я все оставил там, у ассистента, у пугала. Поэтому надо забирать все. Уж не знаю как мы там будем с самим оборотнем воевать, но вещички нужно вернуть как ни крути. Я сейчас практически вообще без оружия, так что давайте с вами сейчас заберем хотя бы то, что у нас есть. А что у нас есть? Да, не густо. Так, возьмем канистру. Что тут еще? Бочку. Потому что она взрывается, пригодится нам. У нас кстати есть два серпа, вы видите. Это у нас как говорится на продажу все пойдет. Так, давайте наверное возьмем фонарик и батарейки к нему. Блин, у меня всего одна батарейка. Плохо. Ну, думаю нам этого хватит. Черт, я даже не знаю сколько сейчас в данный момент времени. Что у нас тут? Есть что-нибудь? В шкафу пусто, в разрубленном, в тайнике тоже ничего нет. Таблетка. Все, ладно, ребят. Здесь нам уже нечего делать, надо бежать. Так, бежим ровно по прямой. Ну, а потом скорее всего мы заглянем с вами в деревню. Ну, и порыскаем там, посмотрим, что там будет. Как говорится, собрались с мыслями и вперед. Самое главное для меня, чтобы по дороге никто не появился. Какой-нибудь демон, грибник там. Ну, не важно, потому что я вообще иду без оружия. Так что будем идти проложенной тропой, на которой мы, по крайней мере, все зачистили с вами. Придерживаться вот этих вот зачищенных болот, тропинок, островков. В принципе, он здесь, честно говоря, не особо-то и далеко находится. Это лесопилка. Гвозди можно забрать, кстати, и бревна тоже. Камни нам не нужны, они бесполезные. Так что как-нибудь без них перебьемся. Не будем себе лишним забивать свой инвентарь. Вот металлолом пригодится. И, кстати, я вижу, там ящик у нас лежит. Но, опять же, нет отмычек. Ёлки-палки, вот этого хмыря только там не хватало. Так, тихо, здесь очупальцы. И еще один металлолом. Замечательно. Яркий свет. Вот как интересно избавиться от него, чтобы можно было подобрать этот камень. Лежит труп. О, батарейки, бутылка и таблетки. Но вот только мне не нравится, что здесь где-то рыскает трупоед. Вы только что слышали, как он тут рычал. Надеюсь, он нам не встретится по дороге. Здесь, кстати, уже должна быть лесопилка. Вот-вот мы до нее дойдем. Ага, забор. Все, отлично. Мы на месте. Осталось лишь добраться до ассистента, который там сидит на стуле, которому мы выложили свои манатки. Я надеюсь, он там сидит до сих пор, не исчез никуда. И вещички мои не потерялись. Здесь я вроде бы облазил все, так что можно прямиком идти ко входу в логово или куда там, я не знаю. В общем, в лесопилку эту. Ага, вот и тело. Нет, все на месте. Давайте забирать. Пистолет обязательно, конечно же. Вот они, наши часики, лампа, таблетки. В общем, забираем абсолютно все здесь. А, отмычки как раз подобрали. Нет места в инвентаре. Понятно. Давайте туда что-нибудь выложим. Нам что нужно? Давайте вытащим бутылку эту пустую. Возьмем мясо. Коктейль молотова тоже надо будет забрать обязательно. И лопата нам нужна. Давайте вот так ее сделаем. Так, гвозди объединим до полного стака. Все, лопата у нас. Так, тряпок, пять тряпок. Ладно, давайте тогда отсюда восматываться. Сбегаем до дому, выложим, что нам не нужно. И пойдем уже с вами, наверное, в деревню. Что тут у нас? Ага. Ничего хорошего. В общем, мы потом с вами уже когда окрепнем, попробую я туда рвануть. Где в прошлый раз дрался с апсами. И посмотреть, что там выйдет у нас. Надо мне будет еще сделать побольше, наверное, бутылки. Так, а это что здесь такое у нас? Руины. Черт, вот этой псины только здесь и не хватало. Ну, кто стонет? Я слышу, что вроде бы кто-то бубнит. Но этого домика у нас не было раньше. Так что надо здесь обязательно посмотреть. Дверь открывается, надо же. О, магазин, патрон и батарейки. В общем, самый смак. Ага, с помощью отмычки. Ну, у нас есть отмычки. Поэтому, думаю, надо открыть и посмотреть, что здесь такое. Шкаф, фонарик, металлолом, хлеб. Кто здесь скулит, а? Совсем мне это не нравится, если честно. Боюсь, как бы не нарваться на неприятности какие-нибудь. Мама! Ого! У нас гости! Оу! Черт! Только не ты, только не ты, блин. Вы, ребята, узнали, кто это был, да? Король. Блин, я еще вляпался в яд. Откуда он здесь вообще взялся? Плесень это. Нифига себе у него мама там. Так, еще не хватало мне здесь ящера. Ядрена вошь. Давайте-ка. Так, подожди. Сюда тоже нельзя вляпаться. Да ты-то откуда взялся тут, а? Вот, нет, не готов. Давайте. Все, отлично, справились. Ну, у тебя, как обычно, только мясо. Хотя, выкинуть можно маленькое мясо, взять большое. Но, если честно говоря, оно нам даже ни к чему. Потому что мы уже его кушать не можем. Мы полностью с вами развили все, что можно в доэссенции. Так, нужно вернуться в убежище. А, да, кстати, время-то у нас 7 часов почти. Действительно, пора сматываться. А то можно круто попасть. Я вообще хоть правильно иду-то, а? Не сбился с курса, я надеюсь. Нет, вот это уже знакомое мне. Где-то, где-то здесь недалеко. Ага, вот мой дом. Так, ну что, ребятушки, будем с вами подготавливаться по ходу дела к очередной ночке. Так что, давайте приступим, наверное. Я буду стоять в этом углу. И, надеюсь, прокатит это все. Ладно тебе, хорош. Начинает уже выламывать окна. Еще я слышу, кто-то там бродит. Ну, давай, гаденыш, покажись. Кто это у нас может быть? Наверняка псина. Ты смотри-ка, никак не хочет остановиться. Ломает до последнего. Черт, а где? Почему ничего не... Блин, у меня фонарь кончился. И все. Приплыли. Буду здесь в потемках теперь стоять. Давайте попробуем хотя бы так сделать. Ну. Блин, смотри, ломает. И это еще не наступила ночь. Всего лишь-то 23.55. Все, сломала. Ну, где ты? Вот она. Не понял. Раз. Оу, да еще... Да нифига, вы посмотрите, сколько здесь. Воу. Так. У меня, боюсь, даже и патронов-то не хватит. Хотя, вроде бы нормуль. Нет, еще нифига не нормуль. Да сдохни ты уже. Да оно. Это просто невероятно. Ребят, вы посмотрите, сколько. Одна за другой. Все, патроны у меня кончились. И меня заколбасили здесь. Да. Вот это была ночка. Самая, наверное, из ужасных за последнее время. Да. Не получаю я опять очков репутации для торгаша. Давайте забирать все, что у нас тут повыпадало. Так, здесь у нас вроде бы ничего и не было. Пойдемте с вами затариваться всевозможными патронами у этих наших торгашей. И, слава богу, у нас очков еще хватает. Так, надо сейчас посмотреть, сколько точнее у нас. 388. Хорошо, забираем патроны и обойму. Так, отмычки. Возьмем все тряпочки. И что еще мы брали с вами раньше? Может быть, взять газовый баллон? Как оружие-то он вроде бы неплох. Да, давайте возьмем. У меня нет места в рюкзаке. Что ты будешь делать-то? Отлично. Так, генератор. Давайте-ка мы с вами зальем, наверное, бензин в него. Заодно освободим одну ячейку. Где у нас тут канистра? Вот она. Заправим по полной. Ну, практически должна быть полная у нас. Да, так оно и будет. Это, грубо говоря, нам на три ночи. За глаза. Можно даже не вспоминать об этом. Ну, естественно, если мы будем вовремя все это отключать. Они как в тот раз? Убежали, забыли отключить. Всю горючку сожгли свою. А потом бегали, как эти. Деревушку, конечно, надо будет хорошенько обрыскать. Потому что мы много что с вами здесь не углядели в прошлый раз. По крайней мере, у меня сейчас есть патроны, дробовик. Я думаю, справимся. Тихо, тут грибы, главное на них не напороться. А, так я так понимаю, ребят, все, мы уже в деревне. Вот они, домики деревенские, почему-то на болоте именно. Странно как-то, давайте сюда, наверное, запрыгнем с вами. Давайте-ка перепрыгнем. Где же, где же, где же, где же вы петухи орете? Сигнальный факел. Кстати, до сих пор ни разу им, по-моему, не пользовался. Даже не знаю, для чего он и что он делает. Что тут у нас такое? Тупик. Жабы воркуют. О, грибочки. Хотя, в принципе, они мне сейчас даже и не нужны. А тут что такое? Смотрите-ка. На полу нацарапано слово воры. Интересно. Кто здесь у вас что своровал? Так, опять окошечко, надо запрыгивать. И я вижу, там что-то лежит такое интересное. Ого. Пострадавшая картина. Хорошо. Так, мы будем обрыскивать здесь каждый угол. Затонувший тракт. Мы вроде бы уже его обыскивали. Да, брали в тот раз. С вами канистру там находили с горючкой. И вот здесь я уже не понял, были, нет. А, вспомнил я. Мы с вами убегали от этого, от трупоеда. Здесь где-то должен быть трупоед находиться. Рыскать по этим территориям. Что тут? Ты кто? Калека? Рыба. Ребят, смотрите, какой-то калека. Обожди, черт тебя подери. Ты живой? Старик утягивает руку и шарит ей по воздуху. Вот это новость. Ты не местный, да? Не может быть такого. Не может. Все сельчане померли. Один я остался. И я. В конце концов, он нащупывает мою руку и хватает ее. Он ненадолго замолкает судорожно, стискивая мою руку, а потом принимается что-то бормотать. Ничего у меня нет. Ничего не осталось. Одна только это треклятое кресло. Его взгляд задержался на точке где-то под дырявым потолком сарая. Что? Старик резко подскочил на месте. Что ты говоришь? Я чувствую, как его длинные ногти впиваются в мою ладонь. Никакое это не дерево. Оно выглядит как дерево, но эти лица. Знаю я их. Каждая мне знакома. Все. До боли знакомы. И все так лживы. Тьфу. Они-то не настоящие. О, нет. Как хорошо, что я ослеп. И мне не нужно на них смотреть. Старик опустил мою руку и с облегчением откинулся на поломанную спинку кресла. Противно мне. Какое оно поганое, это паскудство. Уши б мои б не слышали это заунывное бормотание. И я должен поверить, что это погонь человек? Что это будто бы моя Аннушка? Да, конечно. Уже поверил. Тьфу. Здорово просто. Старик вдруг вытягивает обе руки в моем направлении. И при этом почти падает с кресла. Он цепляется за мой рукав. Я ощущаю на себе вес его тела. Ты, парень, у тебя есть руки и ноги. Так, сильные руки. Я прошу тебя, избавь деревню от этой мерзости. Я больше не вынесу завывание этой пакости. Я хочу умереть в тишине, господи. Просто умереть спокойно. Кто тебе не дает? Послушай, я долго об этом думал. На раздумья у меня, черт подери, полно времени. Глаза старика широко раскрылись. Его зрачки стали молочно-белыми. Я чувствую, как он начинает карабкаться по моему плащу. Ты должен найти подвал. Старый подвал Ядика. Я помню, он находится прямо возле дерева. Дерево слишком большое. Поэтому, если сверху не получается, то нужно зайти снизу. Найди подвал. И там зуб даю. Ты найдешь корни. Ну, а где они еще могут быть? У него должны быть корни, мать-перемать. И они именно там. Уничтожь их. Рви, режь. Ломай их чертям собачьим. Найдешь же какой-нибудь способ. Знаю, что найдешь. Старик, отпустив мой плащ, соскальзывает прямо на разваленное кресло. Несколько секунд он нащупывает свой камень, которым его подпирает. Спасибо тебе. Спасибо. Ух ты, ребята. Мы по ходу дела с вами задание новое какое-то получаем. Фотографию. Старик взял в руки фотографию, ощупал ее, вытащил из кармана какое-то стеклышко и поднес к глазам. Дорога. Дорога домой. Ну и чушь. Скорее, дорога к безумию. Вот так вот. Хорошо, давайте посплетничим. Много лет назад, когда я еще что-то видел, люди туда ходили. Выходили из домов и шли вон туда, где сейчас растет это треклятое дерево. Очень часто ходили ночью, чтобы их никто не видел, тайком. Уходили туда в глубокий лес и уже никогда не возвращались. Некоторые говорили, что, мол, возвращаются домой, но мало кто. Большинство уходило молча. Мне-то что об этом знать. Земля изменилась. Деревья отрезали нас от остального мира. Только дом мой всегда был здесь. Потом выросла эта бормочущая мерзопакость. Перегородила проход и все. С той поры никто той дорогой не ходил. Может, путники нашли себе другой дом? А может, поздыхали на болотах, как мы? Тьфу! Жесть какая-то. Ну что ж, давайте еще посплечим. Что ты там опять, черт тебя дери, бормочешь? Старик наклоняется ко мне, морща брови. Инвалидное кресло? Причем здесь инвалидное кресло? Ноги у меня война отняла. А свиней и дом, это уже те сукины сыны, черт бы их раком нагнул. Но это уже было после войны. Там будто бы зараза была. Так они говорили. Она же и забрала у меня Аннушку. Осталось у меня кресло. Да это земля. Точно, ребята, он без ног. Я только сейчас заметил. Когда-то тут все было по-другому. Сначала начал меняться лес. Деревьев стало больше. Нас отрезало от мира. Прибыло много воды. И позаливало все поля. Люди от голода страшные вещи творили. За еду бились. Как прям блокадный Петербург. Давайте еще говорить. Если бы ты где-то раздобыл колеса. Два таких колесика. Чтобы мне кресло починить. Тебе бы тоже это может какую службу сослужило. О, ребята, может быть ему надо колесики где-то найти. Что скажете? Вполне логично. Еще давайте говорить. Никто здесь не живет. Все померли. Иногда только... Мужчина понижает голос. Иногда я слышу шаги. Я просыпаюсь по ночам от их звука. Тихое шарканье босых ног. Шарканье и будто звон колокольчиков. Появляется из ниоткуда. Отдаляется в сторону дерева. А потом возвращается. Проходит мимо меня и затихает. Это как ночной кошмар, мать его. Кошмар. Вот так вот, ребята. Баррикады разобрали. Значит, мне нужно найти дерево. Точнее, подвал или что-то в этом роде. В общем, уничтожить его. Как-то найти колесики для мужика. Да еще что-то там по мелочи наговорил. Аннушку еще какую-то нужно найти. Если она, конечно, жива. Ящик. О, тут нужен пароль. Я думаю, он за колесики, наверное, скажет пароль к этому сейфу. Почему-то такое впечатление. Хотя я, может быть, ошибаюсь. О, нет, 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 нет. Ребята, это, по-моему, вот это пугало и было в тот раз. Ну, давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Где ты тут? Ага. Не нравится? Так, сколько тебя бомбить-то надо, а? Так, погодите, ребята. А вам не кажется, что этот трупоед какой-то особенный? Вы посмотрите. От него идет какой-то шлейф. Давай, 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 давай. Вот так. И он здесь был, находился. Слушайте, мне, по-моему, его не победить. Сгорит? Нет. Да ладно, такого быть не может. Он бессмертный, что ли? Нафиг надо текать. О, я сейчас погибла, погибла. Здорово просто. Просто замечательно. Да, далеко я, конечно, убежал. Черт подереть. Мне придется опять сюда возвращаться, чтобы забрать свои монатки. Да что за невезуха такая, а? В этом болоте я погибаю больше, чем во всей игре. Да. Даже не знаю, еще начать. Неужели туда идти? Время у нас... Ну, время, в принципе, позволяет мне добежать. Так что давайте, наверное, ломанемся все-таки. Но перед этим я хочу, наверное, ребятушки, сходить на верстачок и посмотреть, что я могу сделать. Взять с собой, что у меня тут получается. Три бутылки коктейля Молотова. Так, канистра, это все не то, это все не то. Могу, в принципе, сделать. И лампы у меня нету. И не хватает для нее чего там? Тряпок. Так, объединили. А это-то у нас что такое? Смотрите, ребята. Записка от оборотня. Ты обманул меня, мясо. Ты проигнорировал мои просьбы. Ты заплатишь за это. Если хочешь вернуть свои... Короче, понятно, ребят. Мы там уже были. Так что записка здесь неуместна. Единственный вопрос, как она у меня оказалась в руках. Так, капканчик. Ну что, а теперь я думаю, что пора бы действительно ломануться на болото, в деревушку. И забрать свои монатки. Не стал я перегружать себе инвентарь. Для того, чтобы осталось место для моих шмоток, которые там потерял. Мне вот... Тихо. Мне вот интересно знать, что это за странный такой... Был трупоед со шлейфом. Ну, вы видели, да? Сзади него такая аура темная была. В него я сколько раз выстрелил. Плюс я в него бросил коктейль молотого. И ему было по барабану. Тихо. Это что такое сейчас здесь было? Здесь нужен ключ, блин. Смотрите, это хоть и деревня затонувшая, но здесь очень много... А, фу ты. Перед тем, как ты уйдешь, подумай, сможешь ли ты сделать что-то с деревом. Иди в подвал. Он прямо около дерева. А где это дерево-то, кстати? Вот что я не понял. Ладно. В принципе, здесь можно побегать, пошмонать. И, возможно, мы с вами... О, вон он. Я его только что видел. Он стоит в этом... Сидит, точнее, в этом доме. Очень странно. Это непростой все-таки трупоед. Это какой-то либо заколдованный, либо магический. Так, трупец валяется. Давайте. Пустой. Вот тебе и деревушечка, блин. Тут, оказывается, можно бегать и бегать. Где же это дерево, а? Мне бы найти. И подвал еще нужен, да? Чтобы спуститься вниз. Грибочки. Что-то орет. Шуршит, пердит кто-то. Не пойму я. О, тихо. Подвальный люк. Люк в подвал заблокирован с обратной стороны. Судя по оставшимся на нем следам, можно предположить, что кто-то пытался, но безуспешно его открыть. Шесть картофелин. Умер юзик. Нас осталось 26. Шесть картофелин. Пол куска хлеба. Два литра бензина. Одна картофелина. Так, одна картофелина плюс одна собака. Три картофелина. Короче, это какой-то рацион питания. И кто-то, видимо, здесь скрывался и помер. У меня почему-то вот такой вывод напрашивается. Слушайте, ну вот это, по идее, должен быть люк в подвал. Но он не открывается. Забавно, правда? Меня отправляют через подвал уничтожить дерево, а люк этот закрыт. Хотя кто-то здесь шарился. Может быть, мне нужно найти, кто это был? Так, ага, большие грибы еще здесь оказываются у нас. Слушайте, ну игруха просто-просто на высоте. Вот хорроры такого, как сказать, графического исполнения в моей практике встречаются в первый раз. Я до этого именно в изометрии такой не играл. И тем более с такими загадками. В общем, великолепно сделано. Действительно подчеркивает полностью атмосферу хоррора. Начиная от звуков, монстров, атмосферки. Вообще шикарно. И, ну, раз играешь и боишься лишний шаг сделать. О, серп, это хорошо. Все, как говорится, пойдет на продажу. О, что здесь такое у нас? Подвальный люк. Ха-ха, неужели мы нашли с вами подвал? Но рано радоваться, потому что мы не знаем, что нас сейчас тут будут ожидать. Нет, ну только не этот свет. Мне же не пройти через него. Дыра в стене, наверное, возникла из-за разрастающихся корней. Слушайте, блин, здесь, наверное, нужен будет топор. Кто ты? А у меня топора нету. Что ты ищешь? Это, наверное, со мной дерево разговаривает, да? Уходи. Ноги медленно засасываются в зыбкое мягкое дно. Я струном шагаю дальше. Такое чувство, будто кто-то держит меня за лодыжки. Вода, войти. Вода мутная и темная. Коридор, скорее всего, очень длинный. Я думаю, что мне не хватит воздуха. Я не смогу переплыть без баллона с кислородом. Здорово просто. Ему еще нужен, оказывается, здесь баллон, чтобы он смог проплыть что-то и куда-то доплыть. Ядрена ты вошь, а? Неужели я рано сюда пришел? Или, наоборот, поздно? Ладно, нам нечего здесь делать, пока выходим. Кто тут? Тихо. Кто опять здесь бормочет, а? Так, ладно. С этим, короче, понятно. Люк мы, в общем, с вами нашли. Нужен теперь кислородный баллон. Старику нужны колесики, наверное. И нам нужно забрать свои шмотки. Вот они. Топ-угало там сидит у себя в домике. Так что не будем его, наверное, лишний раз пока тормошить. Давайте заберем все, что у нас тут валяется. Как раз хватило. Ну, может, на дорожку попробовать все-таки бомбануть его, а? Ой, или не стоит. Ну-ка, перезарядь... Подожди-ка, перезарядились. Вон оно, вон оно лазит. Ну-ка, если я сейчас дробаша бомбану. Вручим. Не, ребят, ну это на самом деле, это уже просто какой-то бред. Его не подбить. Оно бессмертное. Скорее всего. Или тут я черт его знает, что нужно сделать, чтобы его угрохнуть. Ладно, будем отсюда сваливать. Пока целый. Жаль, что патрон только истратил на эту гадость. Ну что же, возвращаемся, наверное, с вами домой. Хотя время-то еще раннее. Что тут у нас такое? Гнилой гриб. А, ну это ящер у нас валяется мертвый. О, здесь у нас еще с вами спички и бинты. Как раз пригодится. Жертвенник. Ага. Наполовину сгрызанный. Насколько я помню. Это у нас наверняка все оборотень тут. Шалил, баловал. Кстати, интересно, мне расскажут историю про этого оборотня? О, я вижу сундук. Ну, ящик. Но туда мне, походу, дела не пройти будет. Потому что тут, как всегда, у нас все заблокировано, забаркодировано. Так, кто-то идет. Слышите? Кто это? Да ладно, опять это пугало здесь. Нафиг, нафиг. Пойдемте отсюда. Да елки ты. Палки, еще в грибы в эти вляпался. В попыхах-то. Ой, ладно. Побежим до дома. Ребят, ну, а на этом, наверное, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока, удачи. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok